Приветствую всех любителей спорта! В эфире передача старта и финиша и в ближайшие несколько минут о спортивных событиях нашего региона и не только. Поехали! Три матча за восемь дней. Непростым выдался этот период для футбольного клуба «Гомель». Между матчами 16 и 17 туров чемпионата страны в первой лиге вклинилась перенесенная игра одной 16-й Кубка Беларуси против столичного «Динамо». Напомним, что в 16-м туре «Зелено-Белые» потерпели первое поражение в чемпионате. Набидчиком стал столичный луч. На отдых у подопечных Владимира Журавеля перед матчем с «Динамо» было 4 дня. Игра кубковая, значит, второго шанса не будет. Так что матч ожидался не из простых. Знали это и борельщики, которых на трибунах Центрального собралось порядком. Мощная поддержка была одним из аргументов наших футболистов в игре против более опытного и искушенного соперника. К этому нужно добавить строгую дисциплину в обороне и кураж в атаке. Как итог, равна игра с явным фаворитом этого противостояния. Кубковые матчи, они всегда непредсказуемы, независимо от того, какие команды встречаются и где игра или дома на выезде. Поэтому настраивались на очень тяжелую игру. Гомель – хорошая команда. Мы так видели, смотрели матчи, серьезно готовились. Гомель – прекрасная команда для первой лиги и очень много игроков хороших есть для высшей лиги. Хочется пожелать командирам успешного выхода. Я думаю, они решат и уже успешные игры в высшей лиге. Переживающим не лучшие времена «Динамо» Гомель на своем поле играл по-хозяйски. Никакой игры от обороны. Уже на шестой минуте Ситко ворвался в штрафную соперника. Однако защита гостей была на чеку. Мне не позволило полузащитнику «Зелено-белых» нанести удар. Спустя 10 минут 24-й номер вновь угрожал воротам «Белосиних». Игнатович отбил удар Ситко. Набежавший Евгений Барсуков не смог добить мяч в ворота. Спустя несколько мгновений в игру серьезно вступил уже и Олег Ковалев. Удар «Будника» особых проблем у голкипера не вызвал. На 35-й минуте Ковалеву пришлось куда сложнее. Но и тут вратарь был на высоте, достав из-под перекладины мяч, пущенный Жуковским со штрафного. Во втором тайме игра шла в том же русле. Команды обменивались атаками, при этом внимательно играли в обороне. У Гомеля чаще других воротам соперника угрожали Гомза и Ситко у Минчан, вышедший на замену Хвощински. Он-то и похоронил надежды Гомеля на выход в следующий раунд розыгрыша Кубка. На 86-й минуте он воспользовался единственной в матче серьезной ошибкой гомельской обороны. Его мяч стал единственным и в этой игре. Несмотря на поражение, Гомель может занести игру себе в актив. Главной оценкой стали аплодисменты, которыми болельщики провожали команду после окончания матча. Хорошо играли, в принципе. Соперник хороший был. Готовились к нему. Так что не сказать, что они много таких же моментов создали. Я считаю, что игра была на равных, в принципе. Могли и мы забить. Немножко не повезло нам. Игра равных соперников была. Несмотря на какое-то территориальное преимущество или более лучший контроль мяча, это еще не значит, что команда проигрывает. В данном случае Динамо Минск нас. На тренировке, на теории подготовки к этому матчу мы готовились ни в коем случае не садиться и играть вообще в два нападающих. Скажем так, но Алексей Теслюк после синтетики в предыдущем туре чемпионата первой лиги получил травму. Поэтому оперативно перестроились. Ну, хорошо, что Паша Светков остановился и, в принципе, те моменты, которые у него были, и вообще у команды. Такое складывается, что паритет был как минимум. А может быть, по голевым моментам у нас были более острые моменты. Через три дня Гомель снова вышел на поле центрального. На этот раз в рамках чемпионата «Зелено-белое» принимали Светлогорский «Химик». Насыщенный игровой график дал о себе знать. Вырвать победу гомельчане смогли только под занавес матчем. Итог 2-1. Также в 17-м туре победу одержал и Гомель Желдор Транс. Железнодорожники в гостях одолели столичная торпеда. 1-0. Поражение «Луча» в Лидии и собственная победа в Минске позволила Гомель Желдор Трансу подняться на третью строку турнирной таблицы. Лидирует по-прежнему Гомель. На втором месте идет Днепр. Светлогорский «Химик» на 12-й позиции. Любители мини-футбола дождались. Стартовал 28-й чемпионат страны в высшей лиге. Будем надеяться, что новый сезон не только не уступит, но и превзойдет минувший по интересу интриги. Гомельский ВРЗ начал чемпионат с победы. В Гродно обыграно местное «Динамо УВД» 5-1. Покером в этой игре отметился лучший бомбардир вагоностроителей в минувшем сезоне Евгений Клочко. Агрокомбинат «Южный», показав неплохую игру, уступил Борисову 900. 1-2. Первый тур подарил и первое областное дерби. БЧ принимал Светлогорский ЦК. Железнодорожники узнали своего соперника по первому туру буквально перед стартом чемпионата. Финансовые трудности вынудили «Неман» из «Березовки» отказаться от участия в первенстве. Его место занял покинувший в минувшем сезоне элиту Светлогорский ЦК. Хозяева начали с места в карьер. Менее минуты понадобилось железнодорожникам, чтобы открыть счет. Никита Андреевский, взяв в союзницы штангу, поражает ворота соперника. Однако на этом голевая программа первого тайма и завершилась. Гости успешно противостояли атакам соперника. На второй там футболистов ЦК не хватило. Итоговый разгромный счет на табло во многом результат ошибок гостей у своих ворот. На старте второй половины игры Шулькин дальним ударом удвоил счет. На 27-й минуте железнодорожники воспользовались нерасторопностью игроков соперника. Золотухин и Можейко быстро разыграли стандарт и последний поразил ворота. Голевую точку в матче поставил один из грузинских легионеров БЧ Ваходжварашвили. И вновь ассистентом стал Золотухин. Отработав у ворот соперника, он выиграл дуэль у защитника и выложил мяч на ногу партнеру, который не промахнулся. 4-0. Процент на 40 состав обновился. Поэтому немножко пока притираемся, пока подстраиваемся. Поэтому не совсем пока то, что хочется видеть. Но, опять же, возможно, это, я сказала, первая игра, открытие чемпионата, какое-то волнение. Ну, так, в принципе, главную задачу ребята выполнили, мы победили. Второй тур подарит гомельским болельщикам еще более принципиальное противостояние. На паркете спорткомплекса «Локомотив» в ближайшие выходные сойдутся ВРЗ и БЧ. Номинальные хозяева – вагоноремонтники. Женская команда гонбольного клуба «Гомель» начала чемпионат Беларуси с уверенной победой. Действующие чемпионки не оставили городничанке ни шанса. 41-18. На ближайших выходных наши девушки проведут матчи квалификации Лиги чемпионов. Мы побывали на тренировке команды перед отъездом в Испанию. В полуфинале квалификационного турнира Лиги чемпионов, который пройдет в испанском Сан-Себастьяне, гомельчанки сыграют с немецким Лейпцигом. Игра состоится 9 сентября и начнется в 17 часов по белорусскому времени. Вторую пару составили австрийский «Хиппа» и испанская команда «Бера-Бера». 10 сентября состоятся финалы, матч за третье место. В групповой этап Лиги чемпионов попадет только победитель турнира. Остальные команды продолжат выступление в Кубке ЕГЭФ. Второй и третьи места позволяют вступить в борьбу на раунд позже. Для Гомеля это будет дебют в квалификации Лиги чемпионов. На счету команда только выступление в Кубке ЕГЭФ в сезонах 13-14, 14-15 годов и в Кубке обладателей кубков в 12-13 годах. Однако в рядах нашей команды немало гонболисток, имеющих богатый опыт выступлений на Евроарене. Репетицией перед турниром в Испании стала игра чемпионата против городничанки. Соперников, конечно, не стоит сравнивать, но проверка силы тактической готовности не повредит. Первый, конечно, нормально получился. Вообще первый тайм, в котором большинство играли этих 8-9 игроков, которые в основном составе. Тяжело играть с такой командой, которая после двух передач упадает мячик вниз и сконцентрироваться вообще на таком. Но у нас вообще есть тоже такая цель, как бы в прошлом году, получить что меньше голов. Вы видели же в первом тайме. Ну, могли бы меньше получить вообще, если бы была лучше концентрация. Поэтому всем довольны с этим матчом, как отыграли. Лейпциг – вторая команда немецкого чемпионата с хорошо укомплектованным составом. И в баталиях на Евроарене она также проявляет себя довольно ярко. С будущим соперником тренерский штаб и игроки уже ознакомились. Вывод – будет очень нелегко, однако рук никто не опускает. В любом случае, кто сильнее, станет понятно только после финальной сирены. Пока мысли только о первой игре испанского турнира. После просмотра матчей с участием Лейпцига тренерский штаб начал вносить коррективы в игру в атаке и обороне. На последних тренировках шлифовали комбинации. С функциональной готовностью и здоровьем у наших девчат все в порядке. Игроки основной обоймы Тома же Чаттера в строю. Сейчас главное гонболисткам побороть волнение и показать все, на что они способны. И тогда будет результат. Все надо быть спокойно, поехать без каких нервов. Потому что если будем нервничать, не можешь показать то, что умер. И просто мы не можем ничего потерять. И тут рулевой гомельской команды прав. Как бы ни сложилась дебютная квалификация Лиги чемпионов для Гомеля, он ничего не потеряет, а наоборот только приобретет. Игры на таком уровне пойдут на пользу гонболисткам, а значит и на пользу всему белорусскому гонболу. Начинаются баталии на хоккейных площадках страны. Завтра стартует чемпионат Беларуси в экстралиге. Жлобинский металлург начнет домашней игрой с Динамо Молодечно. Гомель на своей площадке примет молодежную сборную страны. Кстати, Рыси подвели итог предсезонной подготовки матчами с серебряным призером чемпионата Украины командой Дженералс из Киева. Подробности спаррингов в следующем репортаже. Игры получились абсолютно разными. В первой украинцы смотрелись куда лучше. По итогам двух стартовых периодов они имели преимущество в две шайбы, реализовав два из 11 своих бросков по воротам соперника. Рыси бросали куда чаще, однако в сетку шайба так и не прошла. В заключительной третье игровое преимущество хозяев принесло плоды. Буквально в течение четырех минут Гомель обеспечил себе победу, забросив трижды. Во втором матче было видно, что тренерский штаб внес коррективы в игру гомельчам. Только две пропущенные за стартовые 20 минут украинской командой шайбы можно считать удачей. Во втором периоде Гомель продолжал контролировать игру, однако и у гостей начало получаться в атаке. Как итог, обе дружины записали в свой актив по две результативные атаки. Заключительный период остался за Гомелем. Отличился Мядель, оформивший окончательную победу своей команды со счетом 5-2. Пытались создать какой-то бой, и в первом матче были близки к победе. И сегодня, конечно, в самом начале они с вами имели два быстрых гола. Слава Богу, что так 0-2 ушли. Потом вроде бы назад зацепились за счет 1-2, но тут же получили третий гол. Ну, до конца бились, бились, но все-таки общая сумма мастерства хоккейного гола Гомель оказалась высшей. Поэтому сегодня была заслужена победа. Обидно, что, ведя в счет в первом матче 2-0, мы все-таки упустили эту победу. У меня понравился настрой хоккеистов. Игра вроде не складывалась, были моменты, не могли забить в первом матче. Но концовку уже так провели очень мощно, более агрессивно, и что нам позволило, конечно, добиться результата. По сегодняшнему матчу, что хочу сказать, конечно, 2-0 сделали, учли ошибки первого матча, попросили, чтобы сразу забить. Где-то немножко успокоились, пропустили голы, но довели матч до конца. Конечно, есть над чем работать, есть что поправить. И спасибо, конечно, за эти два матча, что сейчас мы уже знаем, над чем нам надо более конкретно работать перед началом чемпионата, чтобы это исправить. Надеемся, что тренерский штаб Гомеля, пополнившийся легендарным белорусским хоккеистом Олегом Хмылем, успел перед завтрашним матчем против молодежки исправить все недочеты в игре команды. И на сегодня о спорте все. В следующий раз старты и финиши в эфире в ближайший вторник. С вами был Максим Савин. Удачи в делах и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!